Добрый день, друзья! С вами проект Стань Студентом. Сегодня мы обсудим тему, как по рекомендациям Роспотребнадзора будут проходить ЕГЭ и внутренние вступительные испытания в ВУЗах. Поехали! Итак, первое, с чего придется начать, это обработать руки специальным средством, которое будет установлено на входе как в учебное заведение, так и в аудиторию, в которой вы будете сдавать экзамены. Давайте это сделаем. Как правило, это что-то наподобие спирта, может даже немножко руки щипать, но тем не менее, это нужно для вашей безопасности. Обязательно это делайте, обязательно пользуйтесь таким дезинфицирующим средством. Поехали дальше! Также на входе нужно себя обезопасить с помощью перчаток. Да, то есть экзамены вам придется сдавать, скорее всего, в таких одноразовых перчатках. Если к моменту начала проведения ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний эпидемиологическая ситуация не поменяется, здесь стоит обратить внимание, что, конечно, руки в перчатках будут потеть. Не знаю, может быть, вы знаете какие-то секреты, пожалуйста, поделитесь нашим проектом, как сделать так, чтобы руки себя чувствовали комфортно в перчатках, потому что экзамены могут проходить в течение нескольких часов, плюс пока вы будете какое-то время ожидать. Поэтому обращайте на это внимание, либо выбирайте комфортные для себя перчатки. Они бывают абсолютно разные, есть бывают такие, что-то наподобие полиэтилена, но вот в нашем случае такие резиновые, тянутся, в принципе, можно купить в любой аптеке. В них довольно-таки удобно держать ручку, она не выпадет, но внутри рука будет потеть. Также стоит обратить внимание, что вы в обязательном порядке, скорее всего, и будете приходить в учебное заведение. Например, у вас должна быть маска, у нас маска фирменная, давайте мы ее наденем также на входе, но, друзья, чтобы мы могли давать вам, звук был хороший, поэтому маску пока снимем. Обращаю внимание, что у нас маска фирменная и в ней очень проблематично дышать, воздух сквозь нее практически не проходит. Но сейчас очень много производителей масок, поэтому вы можете выбрать ту маску, которая вам больше всего подойдет. Есть, бывают, люди сами ищут эти маски, но, естественно, чтобы она была подходящей, чтобы она вас защищала. Но тоже обратите внимание, в маске вам тоже придется провести весь экзамен. Да, вот эта часть лица, она, скорее всего, будет потеть, плюс руки, но что поделать, в любом случае, нужно этот этап пройти, ничего страшного. Самое главное, вам сосредоточиться на самом экзамене. Давайте разбираться дальше. Также при входе в помещение вам в обязательном порядке должны померить температуру бесконтактным термометром. Еще до того, как вы придете в учебное заведение сдавать ЕГЭ либо внутренние вступительные испытания, помещения в обязательном порядке уже будут проветрены заблаговременно, и будет проведена соответствующая генеральная уборка с соблюдением всех необходимых требований. Поэтому воздуха вам должно хватить. Также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не должно быть скопления людей, которые будут сдавать. Поэтому, скорее всего, будет специальный график, в соответствии с которым вы должны будете прийти на место сдачи экзамена. Также в аудитории должна быть предусмотрена возможность обеззараживания воздуха. И в обязательном порядке должен быть организован питьевой режим таким образом, чтобы это было безопасно. То есть должны быть дозаторы, одноразовая посуда и, соответственно, дозаторы, которыми вы будете пользоваться, они должны, естественно, протираться специальными средствами. После того, как вы получите задание, вас должны рассадить на расстоянии полтора метра. Это безопасное расстояние. Также, как правило, рассадка будет проводиться зигзагообразно. Друзья, мы знаем, что вы сейчас очень сильно волнуетесь и переживаете по поводу предстоящей сдачи ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний. Очень много противоречивой новостной информации, очень много слухов в этом году было. Условия абсолютно не те, к которым мы готовились в начале учебного года. Но, тем не менее, мы желаем вам, чтобы вы внимательно собрались, сосредоточились и приложили максимум усилий, чтобы успешно написать эти ЕГЭ и экзамены. У вас обязательно все получится. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! До новых встреч! До новых встреч!